Руслан Сулейманов, российский журналист, востоковед, автор телеграм-канала Сулейманов, с вами на связи. Приветствуем вас, рады видеть. Добрый вечер, здравствуйте, взаимно. Действительно, тема достаточно глобальная и серьезная. Мы на днях, вы знаете, Руслан, даже смотрели историческую, контекст, потому что на самом деле отношения Ирана и Пакистана, каковы они были. И действительно, в последнее время, ну давайте так скажем, тут возможно вы подкорректируете, были и партнерские отношения, потому что все-таки МИД Пакистана озвучил, что ну очень жаль, что так происходит, потому что все-таки мы выступаем против терроризма и складывались неплохие определенного характера отношения и решения, которые могли развиваться и иметь другой контекст. Ну, к сожалению, такая вот история. Но все же, мнение немножечко собирало, хочу, чтобы вы тоже прокомментировали. Есть мнение, что действия Пакистана могут иметь все-таки два противоположных результата. Удар по Ирану либо приведет все-таки к еще большей эскалации по всему региону, либо же заставит все-таки Тегеран сбавить обороты в ее агрессивных действиях по отношению к соседям. Все-таки, как вы считаете, вот к какому мнению вы больше склоняетесь? Как все-таки действия, какие будут сейчас у Ирана? Ну вот, и как будет действовать Пакистан? Мы видим, что ни одна из сторон не желает эскалации. Мы видим, что и Тегеран, и Исламабад заявляют о том, что они не заинтересованы в какой-то горячей войне. Исламабад просто не мог не ответить на вот эти, по сути, агрессивные действия Ирана, на нарушение территориальной целостности и суверенитета Пакистана. Для руководства Ирана это часть такой пропаганды внутри страны, когда государству нужно предъявлять какие-то факты борьбы с терроризмом. И одна из проблем для Ирана это действительно наличие разных террористических группировок на юге страны, в частности на иранно-пакистанской границе. И поэтому Иран нанес удар по суверенной пакистанской территории, послав в том числе сигнал и западным странам, говоря о том, что, мол, вот Иран готов бить по территориям других государств, как он это делал и в отношении Пакистана, и в отношении иракского Курдистана буквально за сутки до этого. Но Исламабаду нужно было просто ответить, потому что, по его данным, погибли ведь и гражданские лица, включая детей. Так что произошел такой взаимный обмен ударами око за око, но мы видим, что уже спадает градус напряженности, потому что у двух стран действительно много общего, много общих вызовов и проблем, включая тот же терроризм, включая наркотрафик. Так что я не вижу каких-то предпосылок для дальнейшей эскалации, тем более для войны. Интересно, потому что ряд ваших коллег рассматривают вот этот, я не знаю, как правильно назвать, нанесение обоюдное, нанесение ударов, наверное, так скажу, потому что слово конфликта мне абсолютно не нравится. Это нанесение обоюдное ударов, оно, в принципе, продолжение той агрессивной политики Ирана, в том числе в отношении финансирования своих прокси-сил и в контексте того, что западная коалиция никак, простите за грубость, но не может решить вопрос Ирана, а именно их террористической деятельности, чьи метастазы разрослись далеко за границей Ближнего Востока. Видим, что западные страны как-то и не ставят перед собой целью решить вопрос Ирана в широком смысле. Задача Вашингтона – это сдерживание того прессинга, которое оказывается не просто, скажем, на Израиле и его союзников, а уже на международную торговлю. Я имею в виду то, что происходит в Красном море. И вот задача американо-британской коалиции, она, например, сейчас не в том, чтобы уничтожить хуситов, которые тоже прокси Ирана, а приструнить их, показать им, что если вы будете осуществлять свои диверсии в Красном море, мы будем просто по вам бить. Но американцы не собираются проводить какую-то наземную операцию в Йемене, не собираются уничтожать хуситов и вести какую-то затяжную войну. Вот максимум, который сейчас возможен, это вот такое сдерживание. И я думаю, что в Тегеране считывают сигналы, понимают, что не нужно совсем идти на пропалую, не нужно вызывать какую-то ответную реакцию, а американцы вполне себе могут ответить так, что Ирану, грубо говоря, мало не покажется. Мы помним, как четыре года назад был ликвидирован один из самых видных генералов иранских, Касем Сулеймани. И Тегеран на это, по сути, ничем не ответил. Он нанес какие-то удары по американским военным базам в Ираке, при том, что ни один тогда американский военнослужащий не пострадал. Да, то есть у Ирана очень ограниченный в этом плане арсенал, и Иран не желает какой-то войны, не желает прямого столкновения с западными странами, прямого столкновения с Израилем. Он избрал такую тактику портить нервы своим противникам и желательно вдали своих границ. Да, мягко сказано, портить нервы, учитывая агрессивную атаку Хамас против государства Израиля, количество погибших от этих атак на территории государства самого в разных ударах вследствие, и непосредственно ракетных ударов, которые происходили 7 октября и дни позже, и тех наземных операций, так можно это сказать, на территории самого государства Израиль, собственно. Насколько, в принципе, если мы так расширяем немного тему, Руслан, насколько, в принципе, Иран тесно связан с теми или иными группировками в контексте, насколько они могут быть автономны в своих решениях? Мы отойдем от темы непосредственно от Пакистана и Ирана, и в целом о ситуации в регионе. Можно ли сказать, что Хамас, организация, которая, мягко говоря, имеет несколько источников финансирования, оно может, скажем так, противоречить тем мнением линии официального Тегерана, и, возможно, следовать линии столицы другой страны, вот таким образом, мягко скажу, либо же, в принципе, действовать автономно. Насколько такая автономность у Хамас и других группировок радикальных она прослеживается в целом? Да, тут очень важно разделять одну группировку от другой, несмотря на то, что их объединяют в так называемую ось сопротивления или шиитский пояс, как его называют, хотя вот тот же Хамас — это никакие не шииты, а не суниты. И для Тегерана Хамас и, скажем, ливанская хизбалла — это не одно и то же, потому что хизбалла — это прямо детище Тегерана, потому что Иран очень много вкладывал средств, вставлял много военной техники и считал каждую победу Хизбаллы своей личной победой. С Хамасом не так. Хамас — это в свое время был такой филиал египетского, сунитского, подчеркну, движения братья-мусульмане. И Иран начал поддерживать хамасовцев, поскольку Хамас занимает четкую антиизраильскую позицию, что, в общем, вписывается в внешнеполитическую концепцию Тегерана. Но отношения между Хамасом и Ираном никогда не были гладкими, всегда были противоречены. Например, в 2011 году, когда разразилась гражданская война в Сирии, Иран поддержал Башара Ассада. А Хамас выступил против Башара Ассада. И тогда наступил прямо раскол, и на время вообще все контакты прекратились между Хамасом и Ираном. Но им удалось восстановить какое-то доверие, какое-то взаимодействие. И тем не менее, все равно оставались какие-то противоречия. И вот по данным даже американских СМИ, которые ссылались на источники в разведке Соединенных Штатов, Иран даже не знал о той агрессии, которую готовили хамасовцы против Израиля 7 октября. Безусловно, Иран поставлял вооружение, безусловно, Иран спонсировал Хамас. Но, как вы подчеркнули, здесь можно говорить о определенной автономности хамасовцев, у которого есть такие партнеры, как, скажем, Катар, есть Турция, которая, пусть не финансово, не военном плане, но морально уж точно поддерживала и поддерживает Хамас. Так что Хамас стоит выделить из целого ряда тех группировок, которые поддерживает Иран, хотя бы потому, что Хамас – это суннитское, а не шиитское движение. Ну так главный, наверное, аспект, вы о нем сказали, в принципе, о реакции западного мира. Возвращаясь к теме, наверное, не западного, вот тут я хочу выделить конкретно Соединенные Штаты Америки, и вот в контексте Пакистана, возвращаясь к теме обоюдных ударов, американо-пакистанские отношения, они с 1947 года действуют, да, после разделения тогда Индии, Британской, ну прочее. В общем, этим отношением 76 лет получается, да, 77 уже в этом году, собственно, будет. Исходя из этого, учитывая историю этих отношений, того, как был ликвидирован лидер Аль-Каиды, на территории Пакистана и прочего. В случае, возможно, эскалирования ситуации, понимаю, да, что ваше мнение, что на этом, собственно, вся история заканчивается, но в случае эскалирования ситуации, каким образом, как вы видите эту реакцию со стороны официального Вашингтона в помощи государству, с которым Вашингтон имеет отношение, ну более 70 лет уже? Вашингтон, безусловно, будет поддерживать Пакистан, но здесь нельзя не учитывать тот факт, что фокус немного смещен у американцев, как и у многих других западных стран сегодня, на то, что происходит в секторе газа, на то, что происходит в Красном море, да. И вот внутри пакистанские дела, будем откровенны, американцев сейчас мало интересует, а в Пакистане тяжелейший экономический и политический кризис, там чехарда с правительствами, нет постоянного правительства, только временно, я думаю, что Иран тоже решил этим воспользоваться, но в случае вот каких-то дальнейших агрессивных шагов со стороны Ирана, я думаю, да, американцы сделают какой-то сигнал недвусмысленный иранской стороне, осуществят какой-нибудь, ну, возможно, удар, ликвидацию какого-нибудь высокопоставленного иранского генерала, и я убежден, что Исламская Республика вряд ли на это как-то ответит, то, что мы наблюдали 24 года назад. На ликвидацию своего виднейшего генерала Касана Сулеймани Иран, по сути, никак не ответил, просто потому что понимал, что в ответ будет еще более серьезная атака, удар со стороны Вашингтона, а Иран этого не желает. Поэтому я не думаю, что Тегеран, его руководство настолько безрассудно, что пойдет дальше еще к эскалации с Пакистаном. Руслан, в конце нашего с вами разговора на более такой стратегический уровень, если его вывести, мы сегодня обсуждали также с гостем нашего эфира, Тарасом Жавтенко, в принципе, тему того, что Североатлантический альянс в своих условиях, на своих территориях готовится к обороне от возможной агрессии. В основном агрессором называют государство-террорист Российскую Федерацию, но вспоминая мадридский саммит и подписание там договоров, возможно, и другая страна может фигурировать как государство-агрессор, но не об этих странах сейчас. Ряд коллег ваших, в том числе аналитиков, говорят о том, что Третья мировая война, в случае ее начала, она не будет выглядеть как по лекалам Первой мировой и Второй мировой войны, как крупные военные операции, несколько блоков между собой ведут и прочее. Говорят о том, что Третья мировая война, она уже началась. По сути, сначала агрессии России против Грузии, позже против Украины, ну и эта Третья война, Третья мировая война продолжается вот этим каскадом региональных конфликтов. Согласны ли вы с таким мнением, что все вот то, что происходящее ныне на Ближнем Востоке, агрессивные намерения Ирана и прочих стран, финансирующих террористические группировки, это и есть начало и продолжение вот этой Третьей мировой войны. Если это так, то каким вы видите ее окончание? Я давно уже слышу разные мнения по поводу начала, продолжения Третьей мировой войны. Вот можно по-разному это интерпретировать, когда она началась, если она началась. Но я все-таки склонен к тому, что есть конфликты такого локального характера, если мы говорим о Ближнем Востоке, то есть война между Израилем и боевиками Хамаса. И пока что она остается войной между Израилем и Хамасом. При том, что возникают очереди напряженности, при том, что Кизбалла, Уситы, кто бы то ни было, еще пытаются как-то заявить о себе, показать себя в деле, продемонстрировать солидарность с Хамасовцами. Это все остается какими-то локальными инцидентами. То есть ни одна из сторон, которая выражает симпатии хамасовцам, не желает напрямую вмешиваться, не желает прямого столкновения с Израилем, с Соединенными Штатами и другими союзниками этих стран, включая тот же Иран, который, если бы хотел пойти на прямое столкновение, наверняка бы уже осуществил какое-то агрессивное действие, скажем, в отношении Израиля. Но Иран этого не делает, потому что понимает, что ответ будет самым жестким. Поэтому я полагаю, что есть набор таких региональных конфликтов. У участников этих конфликтов есть симпатизанты. Если мы говорим о российском полномасштабном вторжении в Украину, то у России тоже есть свои помощники, союзники в лице того же Ирана, который активно поставляет вооружение. Но Иран при этом не желает, как мы видим, напрямую вмешиваться в этот конфликт, потому что понимает, что напрямую вмешивая, скажем, открыто объявляя войну в Украине, Иран получит ответный удар со стороны союзников Украины. А в Тегеране так очень пытаются осторожно подчеркивать, что они не желают войны с Украиной, что они даже признают территориальную целостность с Украиной, как говорил глава МИД Ирана летом прошлого года, потому что я думаю, что в Иране уже осознают пагубность вот этих поставок вооружений российской стороне и понимают, что последствия уже самые жесткие, самые серьезные, даже без такого открытого вмешательства в военный конфликт. Так что, завершая свою мысль, я бы говорил о том, что все-таки мы рассуждаем о каждом отдельно взятом конфликте, а не о Третьей мировой войне. Да, и вот еще хочется, вы уже начали уже без вопросов, но вы просто вспомнили министра иностранных дел Ирана, хотела как раз вспомнить его выступление в Давосе, в Швейцарии, ну, прибыл, поучаствовал, что он сказал, что, ну, не поставляли в Российскую Федерацию никаких видов вооружения, я так понимаю, речи о дронах и так далее. Ну, на самом деле, мы понимаем, что могут говорить многое, но все же, я думаю, что здесь неспроста также это прозвучало заявление как раз на мероприятии такого международного уровня, где присутствовало огромное количество стран и огромное количество все-таки и политиков. Вам спасибо огромное, всегда вам рады в эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Руслан Сулейманов, российский журналист, востоковед, автор телеграм-канала Сулейманов, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.